Добрый день, Московский городской! Меня зовут Ника Парфимович, я руководитель студенческой организации тренера неформального образования МГПУ. И сегодня в этой красной студии мы будем говорить об эмоциях, о личных границах и о том, что же такое вообще эмоциональный интеллект. И в гостях у нас психолог Анна Корзун, сейчас нам подробнее расскажет о себе. Привет! Привет, всем привет в этот прекрасный солнечный день, наконец-то весенний. Очень рада здесь быть. Да, я психолог, семейный МДАр-терапевт, работаю в благотворительном фонде, волонтеры в помощь детям-сиротам. Наверное, все. Хорошо, расскажи, чем занимаешься в целом, из чего состоит твоя деятельность, какие у тебя основные задачи, возможно, как психолога и в фонде тоже. Ну, как психолог я занимаюсь консультированием людей, взрослых семей, как семейный психолог. В фонде наш проект помогает приемным семьям, которые взяли на воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. Вот, поэтому мы на стыке как бы истории сиротской и истории про ограниченные возможности здоровья, в общем, помогаем детям в реабилитации, оплате, медицинского лечения. Поняла. А вот мы сегодня говорим про такую большую, как мне кажется, тему, про эмоциональный интеллект. И хочется сформировать какое-то определение, что такое эмоциональный интеллект, чтобы мы могли уже, отталкиваясь от него, дальше выстроить разговор. Ну, понятно, что определения можно, наверное, разные давать. Но в общем и целом, чтобы понимать по сути, по смыслу, это способность человека распознавать, владеть своими собственными эмоциями прежде всего и понимать эмоции других людей и, соответственно, управлять ими. Потому что понять другого, та самая эмпатия, о которой мы говорим, войти в его ситуацию, подумать, как ему, почему он так себя ведет, мы можем только, когда мы хорошо понимаем и знаем себя и свои собственные эмоции, чувства, да, и умеем владеть собой. Поэтому эмоциональный интеллект — это вот про это. Но если мы говорим про распознавание каких-то эмоций, то, насколько я знаю, есть какое-то количество концепций, которые определяют базовые эмоции. То есть там где-то их 4, где-то их 6, где-то их 10. Вот для тебя сколько базовых эмоций, какие они? И как тебе кажется, на чем, на каких эмоциях строится эмоциональный интеллект? Ну, наверное, тут вот можно взять бока за рога и сразу начать говорить про то, что мне кажется, важно, что очень принято их делить на положительные, позитивные и негативные. И вот тут как раз и лежит, наверное, основная сфера интересов, да, и основное то, с чем работает психолог, это с тем, что есть вот эти негативные эмоции, которые маркируются обществом как негативные. И все, конечно, начинается с детства. Естественно. Как мы все прекрасно знаем, да. Все мы родом оттуда, и все идет оттуда, да. И вот эти негативные эмоции, да, там что там, агрессия, да, там гнев, злость, раздражение, грусть даже на самом деле очень часто маркируются. Их как раз пытаются вот как-то там, да, спрятать, не показывать, ими овладеть, да. Ну и есть позитивные, которым все очень рады, радость, да, не знаю, вдохновение, креативность. Вот, но одни не существуют без других, да. Человек, он функционирует весь в целом, и это все часть одной психики. Вот, поэтому для меня эмоциональный интеллект и вообще какие-то базовые эмоции – это прежде всего про баланс и про способность и про знание себя, которое как раз начинается в момент, когда ребенок растет, да. Тут неизбежно приходишь к теме детства. Мы, психологи, очень любим говорить про детство. Вот, ну, потому что это тот момент, когда ребенок знакомится и с миром, и с самим собой. И тут очень важно, чтобы родители открыто принимали его со всем скопом, да, вот этих вот его эмоций, разных проявлений, да, без вот этого тихо, ну-ка, не злись, ты что злишься, да. Да, да, как раз хотела спросить о том, что, ну, вот очень часто родители детям говорят там, нет, не плачь, нет, вот это не делай, то не делай. И это же потом как-то сказывается уже на взрослой жизни этих детей. Да, к сожалению, да, про грусть, вот злость и грусть, наверное, два таких важных момента, две такие важные эмоции, которые пытаются так как бы заткнуть, да, внутри ребенка. И еще очень любят оперировать стыдом. Стыд — это вообще, вот это как раз не базовое, это чувство, оно как раз имеет социальную такую природу, и появляется уже потом. У ребенка изначально нет никакого стыда. Вот, но зачастую его слишком рано детям как бы инкорпорируют. Вот, но да, это делают, делают, потому что так культурно принято, да, чтобы ребенок не кричал, был тихим и не грустил, потому что на самом деле зачастую родителям очень трудно справиться со своими собственными чувствами, да. Когда мой ребенок грустит, я сталкиваюсь с грустью маленького, беззащитного, все равно моего самого любимого человека. И если я не умею сталкиваться с своей собственной грустью, с ней справляться, если она меня затапливает, как океан, то я и в нем не могу это видеть, да. То же самое и со злостью, да, там, ну давайте широко назовем ее агрессией, да. Если я сам с собой не умею совладать, себя как-то, да, сдержать в руках, да, если я такое сначала держусь, 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 потом взрываюсь, да, это значит, что я не умею этим владеть, потому что на самом деле есть шкала. Сначала все начинается с такого легкого раздражения, да, потом появляется возмущение, да, потом появляется, да, очень сильный дискомфорт, но мы начинаем злиться, и только потом уже гнев, да. И если я как взрослый в себе эти грани, вот эту вот лесенку, да, не знаю, не могу себя вовремя распознать, ага, так, что-то я начала закипать, да, что случилось, что со мной, если я привык сдерживать их, я не чувствую этого закипания, то я очень быстро подрываюсь, так же и в ребенке, да, и вот он подорвался, и вот он орет, и все, и что с ним делать, и очень страшно и непонятно. Вот, да, ну и плохо это тем, что опять-таки ребенок не научается этими своими эмоциями управлять, а они все равно приходят, потому что агрессия, да, в опять широком смысле слова, злость и гнев — это защитный механизм, и это на самом деле, это же выплеск адреналина, да, любая эмоция — это изменение биохимическое на уровне тела и на уровне мозга, и оно нужно для того, чтобы человек мог спастись бегством, да, в ситуации, да, там угрозой, опасности, поэтому оно все равно будет приходить и происходить, как бы мы его ни затыкали. Ну да, тут получается, что мы не даем ребенку проявить свои эмоции, соответственно, он потом не понимает, что с ними делать. Да, ну вот если с положительными эмоциями все понятно, логично, что там тебе, ты там рад, ты радуешься, ты смеешься, там это, ну, очень хорошо читается по людям, и нет такого, ну, условно нет вопроса от общества, что с тобой сейчас происходит. Если вдруг ты там заплакал на людях или на кого-то накричал, то сразу, ну, вот это вот со стороны даже незнакомой люди, какое-то осуждение, какая-то оценка, и вообще, ну, вот проявление эмоций не в какой-то там маленькой своей комнатке один на один самим с собой, а проявление эмоций на людях. Как это, ну, вообще, ну, нужно ли это делать, во-первых, или нужно вот реально сдерживать себя и потом как-то тихонечко в стороночке все это выплескивать? Ну, тут вопрос к человеку, нужно ли ему это, и каким он хочет быть, соответственно, в мире, в котором он живет. Да, мы же тоже все разные, у нас разные темпераменты, да, мы живем в разной культуре. Я вот, например, одной своей знакомой, ну, так вот просто в каком-то разговоре, она мне говорила, вот, у меня дочка, она такая вот, она такая вот, мне с ней так сложно, и она такая все время что-то от меня хочет. Я говорю, слушай, ну, у нее такой вот итальянский темперамент. Вот, ей так это понравилось, она так за это уцепилась, она говорит, ой, я, говорит, мне так спокойно стало, мне так хорошо. Вот, мне кажется, если возвращаться к детям и родителям, не могу все время соскальзываю, видимо, на эту тему, очень хочется, чтобы родителям как-то было вот поспокойнее и полегче, и полегче принимать детей. Вот, возвращаясь к теме, да, как проявляться, поэтому, ну, кто-то, кто-то хочет быть ярким, да, и проявлять все свои эмоции. Мы на самом деле любим находиться с яркими людьми рядом. Да, мы, конечно, никто не хочет, чтобы его били по голове и орали на него матом, но находиться рядом с яркими людьми мы хотим. Даже если мы возьмем вечеринку, если мы туда поместим сплошь людей в таком абсолютном самообладании, которые будут только, так сказать, радоваться, вот, то это будет довольно скучное мероприятие. Обязательно должен быть кто-то, кто-то, кто что-нибудь сделает, расскажет, покажет, не знаю, отчебучит, да. Вот, другое дело, что, и тут мы выйдем на тему личных границ, да, когда мое проявление моих очень сильных эмоций, с которыми я не умею справляться, оно мешает другим, да. То есть когда я ору так, что людям вокруг становится плохо, а если я начальник, и я обладаю властью, да, то моим подчиненным там становится совсем нехорошо. Вот, и тут, как в великой фразе, свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, да, то есть я проявляю себя так, чтобы не затронуть, не обидеть других, ну, обидеть, да, в широком смысле, обидеть, задеть, да, ставить, да, тоже какой-то дискомфорт другим, вот, но при этом проявляю себя. Опять-таки, да, вот, как я говорила про злость, да, у которой есть шкала, так вот и у всех эмоции, у них есть определенная степень, да, если я умею себя ловить в какой-то момент, я чувствую, что я начал злиться, да, я чувствую, что я начал как-то раздражаться еще пока. Я анализирую, что, где этот источник, да, что мне нужно изменить, что мне нужно отодвинуться, да, или наоборот придвинуться там к тому, с кем мне комфортно. Да, я это меняю, и я не допускаю какого-то взрыва. Вот, ну, наверное, так. А, ну, вот, поскольку начали говорить про личные границы, как, ну, понятно, что с родителями на вот этапе «Дети-родители» там, ну, каких-то личных границ особо нет, потому что родители в курсе всего того, что у тебя происходит. Ты выплескиваешь все свои эмоции, ты там плачешь, ну, и дети, ну, мне кажется, что дети не особо задумываются о том, что, как бы, вот здесь, как бы я, а вот тут уже кто-то другой. А когда мы выходим уже на такой, там, подростковый уровень, на студенческий уровень, нужно как-то устанавливать границы, в том числе с родителями, но также и там с друзьями, с знакомыми. И вот как правильно эти границы установить, на что нужно обратить внимание, чтобы вроде и очень близко к себе человека не отпустить, чтобы он как-то, ну, не ранил тебя, и при этом, чтобы не выстроить огромную дистанцию, что вы вот вообще будете там вот так вот издалека друг на друга смотреть. И мы наверняка знаем все прекрасно людей, которые так с нами сближаются, что просто вот вообще мы начинаем задыхаться, и нам бы хочется от них отступить, мы отступаем, они обижаются, говорят, ты мне не перезвонил, не ответил, не написал, да? Или наоборот, очень такой дистантный молодой человек, и девушка говорит, ну что же, вот давай поговорим про чувства, давай с тобой вот про это, про все. А ему вполне достаточно дистанции, да? Она действительно у всех разная. Ну, опять-таки, это все формируется в детско-родительских отношениях, потому что, смотри, ты правильно сказала, у ребенка вроде бы нет границ, и всем известный факт, что ребенок рождается, он вообще ощущает, ну как, мы не можем, конечно, сто процентов сказать, но ребенок, который был с матерью единым целым, да, он сначала вообще ощущает их как единое целое, тем более, что родитель абсолютно полностью обеспечивает ребенка. Человеческий детеныш самый беспомощный детеныш, да, как бы из всех детенышей. Ну да, и там, ну, чувство привязанности, оно очень сильное в плане детей, родителей. Да, 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 оно граничит, не то, что граничит, оно для выживания, как бы оно необходимо абсолютно точно для выживания, да, если ребенок в этом и есть, как бы как раз феномен, да, оставленных детей в детских домах, да, о том, что у них нет этого ухаживающего взрослого, у них развитие, к сожалению, идет по-другому, да, травматичное такое развитие, потому что нет этого ухаживающего взрослого. Но вернемся к нашей ситуации. И как раз родители, ребенок сначала не чувствует этой границы, да, мама для него все, и еда, и обеспечение его безопасности, да, и постепенно, потихоньку, это такой путь сепарации, да, вот там вот эти все всем известные кризисы, когда ребенок, вот это я сам в три года, да, кстати, где-то в три, где-то раньше, например, на Западе у них есть terrible two, да, если у нас это кризис трех лет, то у них это раньше наступает. Тоже интересно, почему, да, вот так по-разному эта граница пролегает. Вот, на самом деле, да, ребенок беспомощный, вроде как у него нет границ, но постепенно, на самом деле, как раз именно в отношениях с родителями это формируется, да, потому что если мы ребенка бесконечно перемещаем, как младенца, в какой-то момент он нам не дает это сделать, он говорит, в смысле, я сам, да, это даже потому, как мы его одеваем, да, вот чуткий родитель заботливый, он говорит, смотри, я сейчас надену тебе ботиночки, дай мне свою ручку, да, вот как мы ребенка кормим, да, мы ему просто засовываем ложку механически еще, отвлекая его, например, мультиком, тут никакая граница собственного тела, да, собственных желаний, в том числе и пищевых, она не сформируется, и ощущение своего голода, оно, ты не начнешь чувствовать чувство насыщения, это вот в мелочах проявляется, да, когда тебя, по сути, как бы за тебя решают, сколько тебе надо съесть, и так во всем, в одевании, в кормлении, в купании, да, и очень простыми словами можно, можно просто ребенку анонсировать, как бы предупреждать, говорить, смотри, вот сейчас давай, давай я возьму тебя за ручку, и мы с тобой пойдем вот туда, не просто взял его, как, да, объект и перевел, а как субъектом с ним, да, субъектная позиция, пойдем мы с тобой туда, если ребенок растет вот в постепенном вот этом, вот он начинает понимать, где заканчиваюсь я, где начинается мама, он топает ножкой, говорит, нет, я хочу конфету, мама говорит, ты хочешь конфету, понятно, а у мамы на эту конфету нет денег, да, он уже понимает, что есть я, есть мама. Да, то есть родители как-то, ну, с родителей, наверное, все-таки начинается история про личные границы, если родители как-то показывают ребенку, что вот тут ты, тут я, вот здесь наша граница, соответственно, и потом уже ребенку самому будет проще выстраивать эти границы со сверстниками, в том числе там в школе и дальше. Да, мы учимся этим отношениям, вот, но если так уже сложилось, что ты уже вот взросленький, да, и вот ты уже как бы нашел себя, да, где-то вот в этих отношениях, в которых тебе не очень комфортно, например, в тех же романтических или дружеских, или в рабочих, да, ты можешь начать сам просто вот как бы с такой некой внутренней линеечкой начинать измерять, да, прислушиваясь к своим чувствам, к ощущениям. Так, вот это мне хорошо, да, можно, не знаю, вести какой-то дневник наблюдений, например, за собой, да, анализировать. Можно делать это с психологом в паре, да, если уже совсем как бы такая ситуация критическая, когда ты чувствуешь, что вот, да что ж такое, да что ж все кругом, вот я чувствую себя таким маленьким зверьком, которого все вокруг обижают, и начальник на мне ездит, и друзья там я не могу сказать нет, и родителям я нет не могу сказать, да, то ты можешь, конечно, обратиться за помощью, да, или к специалисту, или еще какие-то есть варианты, или самому как-то вот пробовать, нащупать, да, прислушиваться к своим ощущениям и тренировать их, это такая тренировка в каком-то смысле. Ну, то есть, если какие-то уже выстроенные личные границы, то вот за счет этих своих ощущений ты можешь их менять, да, но при этом, ну, вот может быть такая ситуация, что человек, с которым ты меняешь эти личные границы, он как-то, ну, негативно на это реагирует. Как с этим справиться? То есть, вроде как бы ты хочешь поменять отношения с этим человеком, но при этом от него идет такая негативная вот история, что, ну, ты думаешь, ну, ладно, оставлю как есть, и, ну, как бы, и все. Ну, человеческие отношения, они же такого определенного рода танец, да, ты вдруг начинаешь делать какую-то новую фигуру, да, или какую-то новую па, и твой партнер, он как-то вынужден немножечко, да, тоже переориентироваться. Подстраиваться к тебе. Да, 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 ты вдруг, так сказать, вы танцевали танго, а вдруг ты захотел танцевать минимал, да, встать от него в стороне, вот. И, естественно, что у человека есть ответная реакция. Тут тоже надо понимать, что ты свои границы двигаешь, но и его границы тоже двигаются. Ну, вообще, как бы, философски относиться к тому, что мои вообще изменения, когда что-то происходит со мной, не всегда могут и должны нравиться другим. Ну, то есть себя нужно в любом случае ставить на первое место, вне зависимости, как бы, от или нет. Ну, наверное, себя ставить на первое место. Ну, вот в плане больше прислушиваться к каким-то своим ощущениям, вот ты понимаешь, что мне некомфортно с этим человеком, мне нужно что-то поменять. Ну, скорее прислушаться к этому, нежели к тому, что он, там, моя хорошая подружка, подруга или кто-то еще, как же мы не будем общаться и так далее. Ну, наверное, да, если ты не предаешь человека, если ты не нарушаешь каких-то морально-этических кодексов, которые тоже есть, есть определенная культура, что-то принято, да, это тоже такая немножечко обманная история, да, вот сказать, а вот я так чувствую, да, и наговорить человеку все, что ты на самом деле о нем думаешь. Знаешь, вот я тут, так сказать, прочитал книжку про самопознание, понял, что мне нужно прислушиваться к себе, поэтому знаешь, что, дорогая, джинсы тебя полнят, бойфренд твой дурак, да, учишься ты на бухгалтера, а вообще ты никакой не бухгалтер, ну, да. Честность — это главное. И да, я поставила на первое место себя, я же сказала о своих чувствах, да, вот, во-первых, ну, все, да, тоже уже сейчас все знают про я-высказывания, и это, в общем-то, про это, да, про то, что когда мы пытаемся что-то поменять в отношениях с другим, мы опять не другого пытаемся поменять, а себя. Ну, да, мы говорим про себя, мы как-то высказываем, что мы чувствуем в момент, когда нас что-то не устраивает, и, соответственно... Да, да, да. То есть не ты мне названиваешь, и я... Сейчас даже уже как-то не могу сформулировать. Не ты мне названиваешь, ты такая назойливая, да, смотри, вот, я... Когда ты мне звонишь, я чувствую вот это, я не могу ответить, я начинаю чувствовать там тревогу, например, да, или я чувствую себя как будто в чем-то виновата перед тобой. То есть если получится, то начнется такой откровенный разговор про отношения, да, и в этом танце вы будете в некие новые выстраивать совместные правила, да, через я-высказывание, через обозначение своих каких-то чувств, да, опять-таки своих границ, и честный разговор, смотри, вот, да, вот у нас с тобой было вот так заведено, да, у нас были такие отношения. Сейчас они меняются. Я тебя люблю, там, ты моя подруга, ты мой друг, ты для меня важный человек, но давай найдем какую-то позицию, чтобы было комфортно нам обоим. Не каждый человек пойдет на этот разговор, не каждый человек этот разговор поймет и поддержит, вот, но, а может быть, произойдет какое-то изменение, да, для обоих. Мы вчера обсуждали такую историю, как, ну, вот, перманентное беспокойство, тревожность, и вот с одной стороны, как бы, это инстинкт самосохранения, то есть ты боишься, ну, там, ты тревожишься, беспокоишься, что-то там, что-то произойдет, да, а с другой стороны, ну, тревога, это же тоже эмоция, и эта эмоция может перерасти в какое-то психическое уже, ну, расстройство тревожное, где уже нужно работать как бы со специалистом. И вот, ну, как нужно работать с тревогой, как с эмоцией, если это эмоция, не чувство, ты меня сейчас поправишь, если я не права. Это неважно. Вот. Ну, естественно, как нужно с этим работать, чтобы не переросло в, ну, какие-то проблемы уже психические? Ну, наверное, сначала нужно опять-таки понаблюдать за собой, в какие моменты у меня возникает чувство тревоги. Да, если оно возникает у меня перед экзаменом, то такая первая, да, там первый чек – ситуация. Ситуация оправдана, да, перед экзаменом тревожится нормально. Второй чек – степень этой тревоги. Насколько сильно мне тревожно? Так сильно, что я, например, чувствую, там, не знаю, такое сильное головокружение, что мне приходится какие-то медикаменты пить. Так сильно, что я не прихожу на экзамен. Да, то есть я вообще избегаю ситуации, не могу даже заставить себя прийти, да, и пропускаю его, да, или так сильно, что я не знаю, там, я не смог, я знал, что я знал этот билет, но я не ответил, потому что я так сильно тревожился. Да, это одна степень. И это, наверное, вот та ситуация, когда следует все-таки обратиться за помощью и как-то начать с этой тревогой что-то делать, да? А вот история про то, что, ну, там, как бы, когда тебе страшно, там, ты тревожишься, у тебя там начинает болеть живот, ну, вот эти вот какие-то физические проявления. Это психосоматика, скорее, или это, ну, реально вот в организме есть такая связь между какими-то физическими проявлениями и эмоциональным планом? Так психосоматика – это все равно связь между эмоциями и тем, как это на физическом уровне проявляется, да? Да, просто есть, ну, как-то скажем, что нам важно для жизни? Нам важно то, насколько, опять-таки, я умею с этим справляться, да? Если у меня есть… Мы все нервничаем перед экзаменом, но мы соберемся, там, не знаю, поболтаем, там, не знаю, те, кто курят, там, перекурят, те, кто нервничает, там, попьют водички, поговорят, там, с подружкой поболтают, и все пошли на экзамен, да? Просто кто-то сумел справиться с собой и ответить, да? Даже если у него скрутило живот, он, там, сбегал в туалет, вернулся, да? И потом… А кто-то не смог, кто-то, например, вообще не пришел, да? Как я сказала на экзамен. То есть вот эта вот степень. В общем-то, для обычной жизни какая нам разница, как это называется, да? Важно то, насколько оно повсеместно, насколько сильно оно отравляет нашу жизнь, да? А если у меня постоянное чувство тревоги, если я всегда волнуюсь, да, и волнуюсь слишком сильно, например, я смотрю, что я опаздываю на встречу с другом или с подружкой, я волнуюсь так сильно, так сильно переживаю, да, как будто как перед экзаменом. И ты понимаешь, что ситуация, она не соответствует уже той реакции, которую ты выдаешь. Наверное, самому бывает сложно это взвесить, да? Ну, когда ты живешь как бы этой жизнью, ты такой, какой ты есть, ты вот с собой же живешь все это время. Да, это мы сейчас со стороны смотрим. Тебе сложно понять. Ну, я так всю жизнь реагировал, ну и что? Вот, но тут вот хочется сказать, что если уже появилась идея, что эта тревога чрезмерная, она мне мешает, если такая идея появилась, мне кажется, свериться, да, обратиться за помощью, пойти там, например, перепроверить себя, это уже повод задуматься. Лучше перепроверить, пойти и узнать, что с тобой все окей, да? Если кажется, то не кажется вот иногда, да, тревожным людям, потому что тревожный человек будет тревожиться из-за того, не слишком ли сильно много он тревожится, да? Вот, а тот, кто потревожился, потом сдал экзамен и забыл об этом, он не будет потом об этом думать. Да, ну то есть какой-то самоанализ первоначальный, он помогает, собственно, понять, что дальше с той или иной эмоцией делать. А вот бывают такие ситуации, например, когда, ну вот, когда люди вообще никак не проявляют эмоции, то есть, ну, как бы вроде какая-то, ну, хорошая произошла ситуация, все вокруг рады, а тебе, ну, ну, как бы, ну, произошло и произошло, и там, и наоборот, там что-то случилось, и ты видишь, что там все люди переживают, а тебе, ну, вроде все равно. Это, ну, почему это происходит? Это какое-то там эмоциональное, ну, выгорание, или это что-то другое? Ну, допустим, в ситуации с позитивной, да, например, случилось какое-то радостное событие, а тебе не радостно, да, это определенного рода, как бы, эмоциональный какой-то, ну, назовем его условно сбой, да, определенный баг, когда опять-таки ситуация и твои реакции, они не соответствуют. Вот, можно искать причину, может быть, человек настолько сильно сдерживает себя в проявлении эмоций, да, опять-таки, потому что так было принято у него, там, не знаю, в семье, например, вот так он вырос, да, вот есть же люди, не знаю, там приходят на день рождения, и вот там какую-нибудь речь там скажут, такой вот тост, а кто-то, может быть, и любит другого, да, и пришел, и, ну, ничего сказать не может, да, даже положительную эмоцию выразить не может, да, да, и опять-таки, это вот может быть такая просто особенность того, как он умеет выражать свои эмоции, как он был, да, там, воспитан, но это не значит, что ему с этим хорошо на самом деле, ему может быть с этим даже на самом деле и плохо, потому что наши эмоции и чувства – это такое как бы для отношений, в общем-то, ну, необходимая важная часть, да, да, если человек, с которым рядом мы находимся, никакие не проявляют положительные эмоции к нам, да, нам сложно, вот. Если, например, в негативной ситуации человек как будто замер, да, то это может быть тоже признаком того, как работает его защитная система, да, мы знаем, что есть три реакции на стресс, бей, беги, замри, да, вот, может быть, это реакция замри, да, то есть его психика таким образом реагирует на стресс, опять-таки, да, это так сформировалось, это не значит, что ему хорошо, это не значит, что человек в этот момент ничего не чувствует, вот это важно понимать, и на самом деле даже если ты его спросишь, что ты сейчас чувствуешь, он скажет тебе ничего, это не значит, что в его организме в этот момент ничего не произошло, да. То есть он даже, ну, просто сам не может ни объяснить, ни понять, идентифицировать какие-то эмоции в себе вот в тот или иной момент. Да, конечно, как часто человека, например, да, там на приеме или где-то спрашиваешь, что там ты чувствовал в этот момент, он говорит, не знаю. Или человек, например, ты говоришь, что ты чувствовал в этот момент, я подумал, ты говоришь, нет, подожди, не подожди, давай я не проподумал, давай пропочувствовал. Не знаю, что я почувствовал, да, вот, не могу это идентифицировать. Это вот опять про эмоциональный интеллект, в том числе, да, вот. Поэтому тут такая тоже может быть очень разная градация того, что это просто какая-то такая личностная особенность, вплоть до того, что это может быть частью травматического такого опыта человека. А если ты не можешь объяснить свои эмоции, как ты их не идентифицируешь, можешь ли ты идентифицировать чужие? То есть как-то понимать, что чувствует другой человек сейчас? Ну, что-то ты, конечно, можешь, что-то ты, конечно, видишь и считываешь. Но опять-таки мы можем смотреть на одного и того же человека и маркировать это разным маркером. Мы можем говорить, что он злится, мы можем говорить, что он в ярости. Мы можем говорить, что он, например, вот так вот разговаривает, сидит. Ничего, нормально все со мной, все в порядке. Кто-то скажет, ну он же тебе сказал, все в порядке с ним, ну что ты? Кто-то будет докапываться. Да, кто-то, или, например, член его семьи, он знает, что за этими стиснутыми зубами стоит на самом деле там огромная злость. То есть что мы видим и как мы это. Есть наблюдение, есть интерпретация. Вот мы когда с подростками говорим часто про это, мы вот учимся, что я увидел и как я это интерпретировал. Вот это тоже такое хорошее упражнение, да, если начать, например, наблюдать за собой и за другими, да, если мы говорим про эмоции, что, как я выглядел в этот момент, какая у меня была поза, да, какое у меня было выражение лица, какая у меня была мимика, какое у меня было внутри состояние, у меня, не знаю, горело в груди, или у меня мышцы наливались, или я, наоборот, не чувствовал как будто своего тела, да, у меня как будто вот я начинался вот здесь и заканчивался вот здесь. То есть опять самоанализ, восприятие себя, своих каких-то чувств, ощущений. И также можно наблюдать за другим, да, и пытаться как-то его понять. Вот, но, конечно, залог хорошего понимания другого — это понимание себя. Ну, вот я немножко сказала про эмоциональное выгорание. В целом это такая, ну, многие его боятся, ну, там, особенно люди, которые, ну, вот, например, у нас студенты, студенты, ну, по факту работают как волонтеры в университете, ну, то есть на каких-то мероприятиях участвуют за, ну, по собственной инициативе, и рано или поздно, ну, может такое случиться, что кто-то такой, не, все, как бы мне уже ничего не интересно. И вот как, ну, вот, наверное, для студентов, как студентам избежать эмоционального выгорания, когда, ну, по факту они не особо что получают, ну, в плане каком-то там финансовом или каком-то, да, за свою деятельность, но при этом они, ну, вроде как получают какие-то эмоции, знакомства и так далее. Ну, смотрите, эмоциональное выгорание, это что такое? У него есть там три условно компонента. Это эмоциональное истощение, да, это такая, так называемая, деперсонализация. Вообще эмоциональное выгорание появилось в сфере как раз помогающих профессий. То есть это врачи, не знаю, педагоги, психологи, да, вот в данном случае волонтеры, они тоже работают с людьми, да, то есть подходит деперсонализация. Это когда я вдруг, мне стало, все люди стали примерно одинаковые, ну, как бы я не испытываю эмпатии, у меня нет к нему какого-то переживания, сочувствия, ну, человек и человек, вот. И, соответственно, сейчас третье, значит, эмоциональное истощение, деперсонализация и собственное, значит, принижение как бы собственных заслуг. Ну, что такого я там делаю, да, ничего, моя работа, вообще, ничего такого я не сделал, да, да, я работал, работал, результата нет, как бы, ну, вот такое ощущение. А, значит, вот, да, такая троица, триада. Значит, что делать, чтобы его избежать? Ну, во-первых, опять-таки прислушиваться, да, к самому себе, не доводить до какой-то, да, края. Не того, что ты бежал, так сказать, выдохся, да, не знаю, согласился на 10 мероприятий, так устал, что потом сказал, да, катись оно все вообще, да. Можно прямо написать себе, например, какой-то чек-лист. И вообще те, кто работают с волонтерами, да, я просто тоже работаю в проекте с волонтерами, у нас много, там, у меня больше 30 человек волонтеров в команде, это взрослые люди, которые, вот, да, решили часть своей жизни, да, посвятить благотворительности, помощи другим, да, обязательно очень важно, чтобы тот, кто с ними работает, разговаривал с ними, уделял время персонально и проговаривал. Смотри, ты вот, как бы, зачем сюда пришел, что ты хочешь, какие у тебя цели, да, что бы ты хотел, да, там, получить новый опыт, не знаю, найти новых друзей, провести классное время, быть полезным, да, и человек фокусируется на этих целях, да, и тогда он отслеживает, я все еще эти цели здесь достигаю, да, или уже нет, да, какие я бы хотела здесь получать эмоции, да, и чувства, да, и ощущения, ну, наверное, там, положительные, ну, может, где-то негативные, но чтобы это не перевешивало, чтобы все-таки был баланс, чтобы все-таки это приносило мне удовольствие, да, то есть вот там зона целей, зона его собственных чувств, эмоций и ощущений, и обязательно делать такие какие-то контрольные пункты сверки, да, ну, вот на самом деле в больших корпорациях, когда работает HR, да, одна из его задач — это не просто найти персонал, чтобы человек хорошо вписался вот в коллектив, да, потому что человек работает там год, два, три, у него могут измениться и цели какие-то, у него могут, да, и грамотный HR, он там делает раз в год сессию по планированию, там, ну, может, не раз в год, может, раз в два, в три года, ну, в зависимости от того, да, что может тебе позволить компания, сессию по планированию, как тебе сейчас на этом месте, да, какие у тебя сейчас личные персональные задачи, вот то же самое можно делать и с волонтерами, да, то есть как тебе вот сейчас, ты вот был в точке А, когда пришел, в какой точке ты сейчас? Ну, то есть в целом там и с волонтерами, и со студентами, поскольку, ну, как бы это немножко похожая история, ну, и получается, что профилактика вот этого эмоционального выгорания, она, ну, и в каком-то своем анализе, и в какой-то помощи, поддержке со стороны, то есть если кто-то еще контролирует, ну, условно контролирует твою там загруженность, контролирует твое там ощущение, то меньше, наверное, вероятность, что ты выгоришь, ну, если так сказать. Ну, да, хочется только не контролировать, сказать, а, например, там, не знаю, уделяет внимание, или это является частью, как бы, вашей такой корпоративной культуры, частью вашей деятельности, не только помощь кому-то, да, то есть вот эти студенты-волонтеры, они не только помогают другим, да, но еще есть какое-то время, когда мы занимаемся сами собой, когда мы садимся в круг и говорим, ребят, мы вообще как, да, мы вообще, мы сейчас про что, у нас сейчас у кого какие эмоции, чувства, ощущения, да, мы сделали какой-то кусок работы, да, кто доволен, кто не доволен, ну, какой-то такой банальный шеринг, да, мы сели вместе, вот, на самом деле, все эти групповые истории, все любое обсуждение, оно работает отлично, во-первых, у человека возникает ощущение, что я здесь нужен, я здесь интересен, здесь людям все равно на меня, очень сильно сплачивает людей, да, и ты узнаешь вообще, что с твоей командой происходит. Ну да, и здесь, наверное, такой вопрос, немножко про эмоции и команду, когда ты работаешь с командой, ну, понятно, что там у всех разные какие-то проявления эмоций, вот я знаю про такую историю, сейчас интересно просто, что ты на эту тему думаешь, есть такие психологические тесты, когда ты вот, ну, там условно ты и энное количество людей проходит этот психологический тест, и потом на основе результатов этого теста вас собирают в команды, как бы это команды, которые по результатам какой-то там анализа твоей личности и в том числе эмоционального фона, ну, считают, что вот вам будет комфортно работать. Насколько это вообще объективная история? И, ну, либо это вот очень индивидуальная штука такая? Ну, тут надо, конечно, смотреть конкретно, что за тесты, вот, потому что с тестами такая история очень статистика, наука очень четкая, да, и создать на самом деле опросник, который будет там валиден для определенной выборки, для определенных целей довольно сложно. Вот, с другой стороны, кто знает, может быть, действительно, я просто никогда с таким не работала. Ну, я просто знаю, что в компаниях крупных есть такая история, что если какая-то реализация крупного проекта, в котором нужно разделить людей на команды внутри, вот, используют вот такие метрики, что там они проходят определенные тесты, их там как-то разделяют, и они дальше вместе работают, им по логике должно быть комфортно. Вот, ну, просто не всегда это так, поэтому… Ну, да, нет, ну, почему нет? Людей собрать — это одно дело, а дальше что будет с ними происходить, да, каков будет руководитель, какая будет фигура, да, вот, как он будет управлять этим процессом, и какие события произойдут вовне, их же сложно спрогнозировать, да, вот, но то, что есть определенная групповая динамика, есть определенное распределение ролей, то, что любая команда проходит через определенные этапы, да, там и динамику это есть, безусловно, да, психология малых групп существует, да, и определенные происходят процессы, которые происходят всегда, да, там люди сначала знакомятся, потом люди сплачиваются, потом может быть этап какой-то там внутренней агрессии, да, там, вот, перехода там на следующий этап, то есть это все как бы тоже такие же вещи, которые есть, и от них никуда не уйдешь. А вот если говорить про какую-то карьерную историю, ну, вот часто работодатели в вакансиях пишут там, для сотрудника там, он должен быть эмпатичным, вот для каких профессиональных сфер, ну, вот эмпатия реально играет такую большую роль, что вот если ты не эмпатичный человек, то ты не сможешь работать на этом месте, а для каких вакансий, ну, это скорее такая вариативная история. Ну, понятно, наверное, что работа с людьми, это, ну, вот та часть, когда вот точно эмпатия нужна, а какие, может быть, еще профессиональные сферы, если не работа с людьми, где нужна эмпатия? Ну, тут скорее интересно одно дело написать, нужен человек эмпатичный, а дальше интересно, как это оценить, да, вот. Да, хорошо, если в ходе собеседования это сразу видно, ну, там, конечно, опытный чар что-то там увидит, да, и сможет сказать, вот, и, да, подобрать там, подойдет человек под эту вакансию или нет. Для каких нужна эмпатия? Слушай, ну, конечно, любая, да, там, работа с людьми, да, как ты уже сказала, да, вот. На самом деле любая, мне кажется, вообще сейчас современный, наверное, рынок труда и современные профессии, это все профессии про какие-то такие мета-вещи, да, то есть тебе нужно быть коммуникацией. Ты должен быть не столько хорошим обувщиком, да, потому что технологии шагают вперед, и очень многое делают роботы, да, ты как раз должен обладать вот этими soft skills, зачастую наряду с просто хорошими hard skills, да, ты должен уметь работать в команде, ты должен уметь быть достаточно гибким, ты должен уметь себя организовать, да, то есть это те вещи, которые появляются и появились уже давно, да, вот скорее, да, там, в 21 веке, то есть ты можешь быть сколько классным, сколько угодно классным, не знаю, там, программистом, да, но если ты не умеешь работать в команде, кому-то придется взять эту роль на себя, конечно, безусловно, да, там сейчас и поэтому и появляется такое количество вот этих вот менеджеров, да, менеджеров, продюсеров, да, как там их еще называют, не знаю, есть бесконечное количество, да, названий, это вот те люди, которые организовывают эти процессы, вот, поэтому, конечно, вот в таких вот в современных профессиях, да, когда ты на стыке всего, когда ты должен понимать и, например, там, быть инженером, понимать про технологию и понимать про то, как строится финансовая, да, там, модель, например, бизнеса и понимать про то, как у тебя должна работать команда, да, то есть ты должен быть на стыке вот очень многих областей, тут, конечно, нужна эмпатия, да, везде, где ты работаешь с людьми и где это про коммуникацию, тем более сейчас, когда мир наш вынужденно шагнул очень сильно в онлайн, да, и это чуть сложнее организовывать, да, с одной стороны легко, потому что, ну, у людей плюс больше свободы, из любой точки мира можешь созвониться, но общение онлайн, оно все равно другое, да, даже наши, даже современные подростки, сколько бы они ни сидели онлайн, они все равно хотят потусить оффлайн, да, вот, и человек, то есть и менеджеру нужно онлайн по-другому организовывать пространство, и человеку самому себя тоже организовать онлайн нужно, да, поэтому, вот, мне кажется, эмпатия, она, и поскольку появилась такая гуманистическая ценность, да, другого человека, да, отсутствие насилия, там, не знаю, насилие отсутствия, насилие харассмента, там, насилие эмоционального отсутствия, то тут уж каждый вынужден начинать вот больше эти свои личные границы, ощущать границы другого, то есть вот эта вот новая такая этика, она вынуждает, наверное, в большем количестве профессий, да, возвращаясь к твоему вопросу, человеку быть эмпатичным. Ну, получается, что эмпатию можно, можно ли в себе вот эмпатию как-то развивать в том плане, что, ну, вот, ну, в целом, наверное, можно или нет? Можно, можно, конечно, можно. Человек вообще способен развиваться, меняться. Это непросто, и это требует определенных усилий, да, но можно в себе развивать и становиться лучше, и прокачиваться, и так далее, вот. Это как раз просто не нужно ждать каких-то очень быстрых результатов, да, от себя, и быть готовым к тому, что это определенный путь, да, люди даже зачастую, когда к психологу приходят, они такие вот, ну, а сколько, а когда, а как быстро, да, и в психологии есть там краткосрочные методы работы, да, прям вот такие, как методы, да, но они всегда решают какую-то определенную задачу, да, просто развитие эмпатии — это такое очень широкое понятие, поэтому не нужно ждать какого-то такого быстрого результата, что ты прочитаешь какую-то одну книжку, и все изменится. Книжка — это будет определенная ступенька, да, например, на пути куда-то. Ну, а вот мы несколько раз уже говорили про какую-то работу с психологом, со специалистом, и вот есть такое ощущение, что, ну, вот сейчас вот этот факт, что у меня есть психолог, он немножко становится таким, ну, вот этот какой-то хайп, что вот, смотри, ну, как, условно, в нашем, как бы, в современном мире это уже намного проще, спокойнее воспринимается, вот эта работа со специалистом, чем, например, раньше, то есть там скажешь родителям, что ты работаешь с психологом, они тебе скажут, в смысле, зачем, ну, с нами поговори, зачем тебе нужен врач, вот, но почему это происходит, это люди так поменялись, или, ну, как бы, сфера психологии стала интереснее, или почему? Ну, наверное, потому что люди стали лучше жить, да, потому что когда у тебя, так происходит зачастую не везде, к сожалению, да, мы, наверное, даже если взять Россию, мы живем в Москве, да, и здесь вот пойти к психологу стало чем-то вроде бы уже таким, более таким популярным, часто встречающимся, да, в регионах это, конечно, не так, вот люди все еще зачастую путают психолога, психиатра, вот даже сейчас ты сказала, да, родители отвечают, зачем тебе нужен врач, поговори со мной, психолог не врач, да, вот, поэтому это такая немножечко вершина айсберга, это первое. Второе, наверное, как я сказала, это, наверное, такой признак какой-то такой более сытой, что ли, жизни, да, потому что когда у тебя стоит вопрос выживания, да, такой витальной жизни или смерти, тебе будет не до эмпатии, не до личных границ, не вот, да, вот до всего того, о чем мы говорили, да, не от того размышлять, насколько сильно я сейчас раздражен или я уже злюсь, да, ты решаешь другие вопросы, другие задачи. Значит, сейчас у нас появилась возможность решать вот уже эти задачи, да. На себя как-то уже, ну, на себя уделять время, анализировать, в том числе, да, со специалистом. Да, 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 и тут надо родителям на это ответить, сказать, не волнуйтесь, спасибо большое, что вы дали мне вот это вот, вот благодаря тому, что жизнь стала более сытая, да, я могу сделать себя еще лучше, потому что родители, конечно, они почему так говорят, потому что они очень сильно волнуются, что это вот история там про них, про то, что они что-то сделали не так. Можно просто пошутить в ответ, что наличие родителей – это уже повод для психотерапии, как есть вот эти шуточки, да. Вот, но на самом деле мне кажется, что это, конечно, такой хороший тренд, и человек, который хочет сделать свою жизнь лучше, да, это же здорово, и это же классно. И плюс, мне кажется, ну вот во многих компаниях сейчас стали появляться психологи, ну то есть, например, если раньше, ну это было как-то выборочно в каких-то, ну, например, там в работе с волонтерами может быть психолог, да, в каким-то там в школах, в университетах, а сейчас, ну и уже в таких компаниях, ну вот, например, я работаю в скиллбоксе, в онлайн-университете, и у нас тоже есть психологическая, ну, как бы поддержка, помощь, и появилось это в основном, ну вот как раз в пандемию, когда поняли, что, ну, наверное, сотрудникам тоже нужно как-то с кем-то поговорить. Да, ну вот и второе, конечно, важное, и ты это говорила, задавая вопрос, что появились знания, да, то есть психологическое знание наука шагнуло вперед, да, там, не знаю, возвращаясь там к теме, да, там травмы, появилась информация о том, что такое посттравматическое стрессовое расстройство, да, она там появилась еще, на самом деле, не так давно, в середине, там, 20 века, да, до этого вообще не было такого понятия, да, и чего было, ну, там, лечить, с чем было работать, если такого вообще не было. Просто люди приходили после войны, и при нем просто говорят, ну, он контуженный, да, там, вот. Есть последствия как бы неизбежные, да, когда наука шагнула вперед, да, там провели исследование мозга, было показано, как травматический опыт влияет, да, да, на уровне мозга, да, на человека и на его психику, то стало понятно, собственно говоря, что можно сделать, что можно ему помочь. То есть это такие плоды, конечно же, знания и прогресса вот именно в плане научном, да, что мы теперь знаем, как можно сделать человеку жизнь лучше. Да, это касается, не знаю, там, и разных заболеваний, да, что можно делать для человека с аутизмом, что можно делать для человека с депрессией, что можно делать для человека с биполярным расстройством, например, да, там, или с тревогой, с той же самой. Это здорово, мне кажется. А вот если говорить про, ну, про психолога как про профессию, да, ну, вот ты психолог, ты специалист, и ты общаешься с людьми, ты как-то, ну, знаешь про, там, их ситуации, ты, ну, пропускаешь, возможно, там, как-то это через себя, да, чтобы человеку помочь, там, что-то подсказать. А, ну, случается ли такое, что, ну, вот психологам самим нужна вот эта психологическая помощь, и если да, то как это, ну, вот, если, там, я психолог, я, ну, вряд ли бы пошла бы к какому-то другому психологу, потому что я буду считать, что он в целом, как бы, я же психолог, я могу сама себе помочь. Нет, это на самом деле такая иллюзия, такое заблуждение. Психологи не берутся из какого-то такого волшебного розового облака, спускаются на землю, да, из какого-то другого детства принципиально, из какого-то другого бэкграунда, социума. Вот, если, кроме шуток, серьезно, то, конечно, в любой серьезной психологической школе, парадигме у психолога, у консультирующего обязательно есть опыт личной терапии. Обязательно. Иначе ты не получаешь там определенную сертификацию. Более того, ты продолжаешь ходить на личную терапию, если у тебя есть потребность, пока ты уже, не знаю, консультируешь, работаешь. Помимо личной терапии, где ты обсуждаешь свои личные какие-то ситуации, которые происходят с тобой здесь и сейчас, или происходили там и тогда в прошлом, да, когда у тебя есть супервизии. Это там, где ты уже с еще другим психологом, более опытным, да, со своим йодой, да, со своим джедаем обсуждаешь ситуации, которые здесь сейчас, про твоих клиентов. Вот. На самом деле вот так со стороны послушаешь, подумаешь, господи, что же так все сложно-то, и психолог ходит к психологу, еще к супервизору. Но на самом деле это нормально, потому что, смотрите, это определенное мастерство, это определенное умение, да, это определенный, там, не знаю, навык, да, и ты все время повышаешь свою квалификацию, и ты все время свой собственный инструмент, да, ну как вот повар, там, не знаю, точит свои ножи, моет свои кастрюли, не знаю, там, айтишник покупает себе новый компьютер, да, и смотрит. Так же и мы. Просто наш инструмент — это мы сами. Поэтому мы вынуждены уделять вот такое количество внимания себе, да, и анализировать себя, и смотреть на свои реакции. Вот. Ну и, конечно, это профилактика прежде всего как раз того самого выгорания, потому что психологи работают зачастую со сложными ситуациями, со сложными клиентами, да, если ты работаешь с человеком с травматическим опытом, если ты работаешь с человеком с какими-то серьезными расстройствами, то, конечно, тебе нужна вот эта профилактика, время для себя, да, поэтому и стоит это зачастую вот так, не потому что психологи такие жадные, им нужно так много денег за один сеанс. Ну, давай сформулируем какие-то такие, ну, наверное, выводы нашего сегодняшнего разговора. Ну, мы выяснили, что эмоции нужно, ну, нужно проявлять, да, там, в какой обстановке ты будешь это делать, зависит от самого тебя, но вот можешь ли ты как-то резюмировать историю, ну, в целом, про эмоции и про их проявления. Вот я там как человек, мне нужно, ну, нужно самой определить, в какой там момент я там заплачу или что-то, или, ну, мне нужно слушать себя, как вот, ну, вот сейчас захотела, сделала, как абстрактный человек. Если мы говорим про эмоцию, то как раз ты не можешь определить, потому что когда ты определяешь, это про то, что ты думаешь, а не чувствуешь, да, вот, поэтому, наверное, сначала, если уже у тебя есть какое-то ощущение, что что-то у меня в поле эмоций не так, и я хочу про это подумать, нужно сначала, наверное, дать волю своим эмоциям, да, вообще узнать себя, какой я, что у меня есть в меню, да, вот я пришел, вот какое меню, да, мы открываем, что у нас там есть, и какое-то время, какая-то, наверное, ну, ситуация подобающая, что происходит с человеком-психологом, да, почему хороший специалист, что он туда приходит, и там можно все, можно плакать, не плакать, да, злиться, вот, да, если возникает вот этот контакт и доверие, да, почему это не то же самое, что с друзьями, да, потому что там это поле такое абсолютно безоценочное, в котором ты можешь вот это меню открыть и посмотреть, что там вообще со мной, да, вот, и уже после того, как я посмотрел, какой я бываю, я уже тогда могу понять, каким, ну, условно, я хочу быть, то есть, да, вот я понимаю, что на работе разрыдаться, ну, не классно, все видят там, да, меня вот в таком состоянии, значит, мне нужно что? Значит, мне нужны какие-то механизмы, какие-то способы, да. Ты уже понимаешь, как контролировать себя там в той или иной ситуации, если проанализируешь, вот, откроешь, да, себя. Да, как помочь себе, да, то есть ты посмотрел, что в тебе есть, и дальше ты научился с этим жить. Это, по сути, то, что делают родители с ребенком, да, мы все время говорим, вы не можете изменить вашего ребенка, да, вы должны научить его жить в этом мире с тем, что, с тем багажом, который у него есть, с тем темпераментом, с тем характером, да, то есть вот, ну, если это про это, то это вот так, да, то есть я изучил себя, я выработал способы, любым, да, способом нашел в книжке, прочитал к психологу, говорит, друзей спросил, как угодно, да, не знаю, он учился медитировать, бегать, ну, в общем, да, и я научился, соответственно, управлять собой, с твоей своими эмоциями. Ну, с эмоциями понятно, про эмпатию мы тоже поговорили, ну, что это история, во-первых, которую можно развивать, во-вторых, что, ну, действительно, в работе с людьми это важно. Давай, наверное, ну, может быть, несколько таких тезисов об эмоциональном выгорании, потому что, ну, действительно, сейчас это такая самая, одна из самых популярных тем. Вот, ну, давай там три, допустим, тезиса, как этого эмоционального выгорания, ну, как его предотвратить? Нужно помнить о себе, да, потому что эмоциональное выгорание возникает там, где мы работаем для другого, про другого. Не нужно считать, что это что-то такое зазорное, да, потому что, на самом деле, даже люди, которые приходят в помогающую профессию, будь то врачи, учителя или психологи, они приходят потому что, или в благотворительность, потому что им нравится это делать. Вот, не надо забывать про себя, да, не бояться, наверное, просить о помощи или обсудить, да, то есть вот это про выплеск и про выход эмоций, да, как сделать его так, как найти этот канал, поговорить, да, вот я про групповую вот эту работу говорила, это вот для этого и есть, то есть это такой канал, в котором выходят разные чувства и эмоции, да, это, наверное, второе. И третье, наверное, вот, как я говорила, сверяться, да, со своими какими-то целями, зачем я сюда пришел, то есть это вот тоже опять про заботу о себе, не бояться, ты пришел сюда не просто помочь другим, да, ты помогаешь за счет себя, значит, ты сам, как инструмент, должен быть во всеоружии, да, ты должен функционировать правильно, да, ты должен хорошо себя чувствовать физически, ты не должен стоять на жаре и страдать, ты, значит, обеспечь себе, там, не знаю, веер или водичку, да. Да, то есть сам какие-то условия создаешь для того, чтобы в целом и, ну, и не выгореть, если ты понимаешь, что это может случиться, да, и при этом есть какая-то, ну, внешняя вот эта история, ну, поддержка, да, вот. Ну, и, наверное, такая, ну, третья, финальная, это личные границы, да, но мы выяснили, что их можно поменять, ну, то есть, если они уже выстроены, их можно как-то подвинуть в ту или в иную сторону, и тоже, ну, наверное, хочется каких-то, ну, несколько выводов о том, ну, наверное, один такой вывод о личных границах с родителями, то есть, вот, мы выяснили, что там их сначала вроде как нет, потом они вроде как есть, ну, и как выстроить те личные границы, которые будут максимально комфортны, ну, неважно, с родителями, с друзьями, с кем-то. Ну, про родителей мы как-то не говорили, да, это такой, в смысле, не говорили про взрослые отношения с родителями, это, мне кажется, очень, это такая очень большая, на самом деле, тема, вот, но если совсем кратко, то во взрослом возрасте ты из отношений ребенок-родитель все-таки все равно больше выходишь в некие взаимоотношения взрослые-взрослые, да, вот, и тут, наверное, важно, не знаю, говорить опять-таки теми же самыми я-высказываниями, да, здесь все вот, наверное, ну, как бы в целом так, в общем, можно про то же самое, да, то есть я эту границу нашел, и я донес другому о том, где она находится, я показала ее местоположение, да, но сделал это тем способом, которым я не нарушил границы другого, да, то есть я сказал я-высказывание, и я готов к тому, что, в общем-то, другой, как бы, может с этим не согласиться, то есть вот это вот такая вот история, что я такой сахарок, и меня все любят, и все всегда будет хорошо, да, нужно быть готовым к тому, что если ты вступил на поле изменения отношений с другим, будь готов к тому, что другой-то на это поле не вступал, он вообще-то как бы ты его не спрашивал об этом, да, но это такая неизбежная история. Я поняла. Спасибо тебе большое. Мне кажется, что, ну, в целом, эмоциональный интеллект, эмпатия, эмоции – это очень большая такая история, про которую можно долго разговаривать, вот, и мне кажется, что у нас получилось, ну, сформировать какое-то, ну, примерное хотя бы понимание основных вот этих моментов, и, наверное, такой, ну, для меня, наверное, такой самый главный вывод нашей сегодняшней встречи, что, ну, действительно, эмоции – это про себя, что нужно слушать себя, нужно анализировать себя и уже в дальнейшем, ну, как бы выстраивать как-то там и профилактику эмоционального выгорания, и личные границы, и проявление эмоций в том числе. Вот. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе тоже большое. Вообще быть с собой в ВКонтакте, исследовать себя – это интересно. Да, я согласна.